Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы вам расскажем. Еще один дагестанец удостоен звания Героя России посмертно. Золотую звезду вручили семье участника специальной военной операции Срафила Магомедова. Маленькие продавцы делают большие деньги. Почти полмиллиона рублей собрали ученики Махачкалинской школы имени Абдулхамида Юсупова в рамках благотворительной ярмарки. Спортивный азарт и заполненные трибуны. В Хасавюрте завершился традиционный турнир памяти прославленных борцов 19 и 20 столетий. 1300 ДТП, в которых погибли 276 человек, 25 из них дети. Таковы данные госавтоинспекции о дорожно-транспортных происшествиях на дорогах республики за последние 11 месяцев. Неутешительная статистика и последние недели. С 19 по 25 декабря этого года на территории республики было зарегистрировано 25 ДТП, в которых 13 человек погибли и 35 получили ранения. В связи с этим Уфтия Дагестана обратился к жителям республики с просьбой быть предельно осторожными, не забывать о правилах дорожного движения, а автовладельцев быть внимательными за рулем. В последнее время у нас в Дагестане увеличилось число дорожно-транспортных происшествий и возросло число погибших и раненых в результате аварий. Только за декабрь месяц у нас зарегистрировано 32 погибших и 124 человека раненых. Также возрастает число детей, пострадавших во время аварий. Если раньше в результате одной аварии погибал 1-2 человека, сейчас 3-4 человека сразу погибают. Поэтому, уважаемые дагестанцы, хотел бы попросить вас, чтобы вы строго соблюдали правила дорожного движения, не спешили, не торопились, проявляли ответственность. В хадисе пророка, алейхи саляту вассалям, говорится, «Спешка от шайтана, а спокойствие от Всевышнего Аллаха». Это поможет нам Аллах соблюдать правила дорожного движения. В Дагестане пятый герой России, участник специальной военной операции, уроженец Республики Истрофил Магомедов, посмертно удостоен звания. Сергей Меликов и командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев передали золотую медаль семье героя. Истрофил Магомедов был командиром батареи противотанковых управляемых ракет отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота. Во время оборонительных боев в Херсонской области подразделение Магомедова отбило множество атак, превосходящих сил противника, при этом сохранив жизни боевых товарищей. Офицер лично уничтожил огнем из ракетного комплекса десятки единиц бронированной техники противника, включая танки и пулеметные расчеты. В результате враг вынужден был отойти от занимаемых позиций. Новогодний праздник для детей, махачкалинцев, участвующих в СВО, организовала мэрия столицы. Нам принесет успех Новый год, а живут мечты, если в них поверишь ты. Мероприятие проходило в несколько потоков. Ребята посмотрели новогоднюю сказку от фабрики праздников и концерт воспитанников детских школ искусств города. Подарки получили 2000 детей. Также, по словам сотрудников администрации, дети военных, которые сегодня исполняют свой долг в зоне СВО, будут обеспечены дополнительным образованием. По своему выбору их зачислят в школы искусств и спортивные секции. Напомним, что в Махачкале также работает координационный штаб помощи семьям военнослужащих. Дорогие дети, дорогие родители, это организовали все мы вместе. Вам большое спасибо, что вы жили наших детей. И чтобы вы знали, повторяюсь, может быть, чтобы ваши старшие братья, отцы знали, что вы под нашим постоянной опекой. Через вашей школы все будут обеспечены, все мероприятия, которые вы сегодня увидели, в основе это наши детские музыкальные школы, наши спортивные школы. Любой ребенок, любой учащийся из вас будет записывать в эти школы, через ваши дирекции будете знать. Добро пожаловать. У вас очень талантливые, умные дети. Мы видели, как сегодня они веселились, как они непосредственно поддерживали наших артистов, которые были на сцене. Поэтому наши уникальные школы, школы искусств, спортивные секции, пожалуйста, всех вас ждем. Почти полмиллиона рублей собрали ученики Махачкалинской школы имени Абдулхамида Юсупова в рамках благотворительной ярмарки. Продавцами и покупателями уникальной акции выступили сами дети. Товары были представлены самые разнообразные, а вырученные средства школьники направили на помощь больным детям. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Что продаете, что у вас здесь представлено? Маленькие продавцы не теряют энтузиазма. У них сегодня непростая задача – продать как можно больше товара, чтобы этим самым помочь больным деткам. Продаем баунти, марс, чупа-чупси, кит-пэсси, всякие такие сладостные, кукурузные палочки. А есть покупатели вообще интересные? Да, есть, есть. Сколько удалось уже собрать? 200-300 рублей. Мы это всё продаём, чтобы отдать инстант для детей. Ну, чтобы помочь. Товары на школьные парты разложили самые разнообразные. Тут и сладости, напитки, карандаши и раскраски. Мы эту ярмарку ждали очень долго. Дни и ночи считали, чтобы помочь другим детям, которые нуждаются в этом. Мы сегодня взяли много разных вещей, шоколадок. И это всё мы хотим отдать полученную сумму детям, которые нуждаются в этом. Украсить столы детям помогали взрослые. Родители школьников на ярмарку добра приготовили домашние перекусы. Стоит и разнообразие. Видите, бутербродики, салат пухтовый, мини-пицца. Это всё родители сами приготовили. Это не покупное. Всё они сами своим трудом приготовили. Праздничное мероприятие в школе имени Абдухамида Юсупова проходит ежегодно. Цель организаторов в игровой форме – привить детям навыки торговли и благотворительности. Во время таких ярмарок в игровой форме дети учатся сопереживать, помогать, отдавать. Ведь дети, известно, существа немножко жадные. Они всегда брать любят, особенно современные дети. Мы воспитываем в детях умение и желание отдавать. Отдавать тем, кому хуже, чем тебе сегодня. По итогам школьной ярмарки прибыль составила около 500 тысяч рублей. Все эти средства руководство учебного заведения вместе с детьми и родителями направили в благотворительный фонд «Инсан». Больные ребята не останутся без помощи. Хамзур Магамидов, Ислам Халикав, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Именно так будет выглядеть новая мечеть, строительство которой было начато в микрорайоне «Кемпинг» города Каспийск. По инициативе председателя городского собрания депутатов Абдул-Вахида Джаватова. Напомним, этот проект был согласован с муфтием Дагестана Ахмад Хаджи Абдулаевым. Рядом с мечетью планируется разместить также небольшую парковочную зону. Здание полностью будет построено в силе исламской архитектуры. Юбилей с размахом. Празднование в честь столетия со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова в наступающем году пройдут не только в Дагестане, но и по всей стране. Так, один из новых проспектов в Астрахани получит имя великого поэта. На аллее проспекта будет также установлен бюст Расула Гамзатова. Повышение цен на товары первой необходимости всегда наиболее заметны. И при этом некоторые позиции очень заметно выросли в цене. Новогодний стол в Дагестане подорожал почти на 15-20%. Об этом сообщает канал «Экономика Дагестана». Чтобы оценить, насколько сильно подорожали продукты питания за этот год, были взяты два традиционных новогодних блюда – салаты оливье и сельдь под шубой. Как оказалось, необходимые ингредиенты для салата оливье подорожали почти на 13%, а для сельдь под шубой – на 8%. В среднем новогодний стол для жителей всей республики обойдется в 5-6 тысяч рублей. Это на 20% дороже показателей прошлого года. И в завершении выпуска о спорте. Заполненные трибуны – спортивный азарт и интрига до самой последней секунды. В Хасавюрте завершился традиционный турнир памяти прославленных борцов 19-го и 20-го столетий. Награды в течение трех дней оспаривали вольники из разных уголков России и семи зарубежных стран. Кому достались золотые медали, узнал мой коллега Корбан Рагимов. Заполненные трибуны громко реагируют на любые приемы и острые атаки. Это Хасавюрты. Борьбу здесь любят по-особенному. Финалисты турнира показали зрителям всю красоту своего вида спорта. Встречи за золото прошли в конкурентной борьбе. Как и год назад, первым весом до 65 килограммов стал махачкаленец Шамиль Мамедов. В решающей схватке он огорчил местную публику, выиграв у Хасавюртовца Ибрагима Абдурахманова. Это правильно. Любой, если я был бы где-то у нас, так же из-за меня болели бы. Это правильно, я отношусь к пониманию к этому. С Багаудином чуть трудно было настроиться, то, что всегда вместе чуть этот. А так с другими нормально у меня сложились схватки. И в финал тоже, конечно, я знал, что и все болели за него, публика, и на это надо было настроиться. И получилось так, провести начале атаку, дальше уже удержать и в конце вытолкнуть еще раз. И все же на родине великих борцов в эти дни было больше поводов для радости. Победа Гаджу Магомеда Тажудинова за секунду до конца встречи буквально взорвала заловациями. Противостоял ему никто иной, как Магомед Ибрагимов, третий призер Олимпийских игр. Также приятные эмоции болельщикам принесли Мусам Ихтиханов, Асхаб Саадулаев, Ахмед Усманов и Абаз Гаджи Магомедов. К слову, последний чемпион мира и Европы встречался с другим земляком Ахмедом Ядрисовым, которому в этом сезоне он однажды проигрывал. Финал очень был тяжелый и в конце этой минуты как-то получилось у меня сделать мерницу и потом уже на накатах поймал. А так я настраивался на трудный финал и он для меня был очень трудный, потому что до конца схватки такая равная схватка была. Я всегда настраиваюсь на хорошую, он очень достойный соперник. То, что он в нашем родном городе проходит и наши все родственники, болельщики, все смотрят и перед ним бороться. Я давно хотел, потому что целый год не боролся перед ним и вот появилась возможность. Многие со села приехали и хотел их обрадовать. Турнир по разным причинам пропускали многие лидеры нашей сборной. Несмотря на это, в спорткомплексе имени Гамида Гамидова было на кого посмотреть. Еще один яркий камбэк оформил Арсенали Мусалалиев. За считанные секунды до окончания схватки Махачкалинец взял верх над двукратным чемпионом страны Маликом Шаваевым из Нальчика. «Самое главное, что болельщикам и борцам было интересно. Все чемпионы и призеры России, которые боролись, они боролись здесь. Там кое-кто не было, как в ИСАСЕМОГУ его не было, там в других листах тоже не было. Но, конечно, организация была сильная, судейство было очень объективное. Почти все схватки судей и судей международной категории уровень не хуже любого международного турнира, который за границей проводит». О большой истории 24-го международного турнира, который в народе больше знают как «Умахановский», говорили на церемонии открытия. Ей предшествовала концертная программа. «Когда мы были на заседании в Госдуме, Артур Тайманов подошел ко мне и говорит, спасибо за их пожар за то, что вы такой прекрасный турнир проводили. Я учился бороться, и олимпийским чемпионом становился вашим турниром. Это был один из тех турниров, которые я учился бороться». «Это один из важнейших турниров. Один из, можно сказать, было уже сказано, что это был самый лучший турнир в мире. Через этот турнир проходили все великие спортсмены, в том числе в первом турнире. Мне посчастливилось участвовать, быть участником этого праздника». Турниром в Хасавюрте дагестанские вольники открывали для себя новый сезон. После небольшого отдыха команда соберется на сборе в Махачкале. Первым стартом в году по традиции станет и Орыгинский турнир в Красноярске. «Все красиво. Ребята в хорошей форме. Борются красиво. Очень хорошо. Хороший результат дагестанский. Я, конечно, за наших ребят переживаю больше. Этот турнир, он значимый турнир фактически. Здесь, как всегда говорят, много олимпийских чемпионов отсюда вышли. Чемпионы мира, олимпийские чемпионы вышли отсюда. И предстоящий в следующем году, ровно через месяц, у нас будет международный турнир Ярыгина, гран-при. Поэтому это основной старт. Отсюда уже мы здесь. Они отборолись, прочувствовали ковер. В оставшихся трех категориях золотые медали турнира достались спортсменам из Кабардино-Балкарии Тимуру Бежоеву и Иналбеку Ширееву. А в категории тяжеловесов первым стал Артем Цхаребов. Призеры получили денежные премии и другие памятные подарки. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Янховсен. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин